Під час ревизии Дніпра команда помітила дуже велику кількість папів, тож не перевірити один з них вона не могла. Під прицелом пивна на тітова. Вы хотите вернуться в старые добрые времена страны советов? Хотите выпить неразбавленного пива, водки и коньячку? Тогда вам прямая дорога в эту пивную. Такого дивного колорита вы не найдете нигде в Ніпопетровске. Живу по соседству. Очень раздражает контингент. Много невменяемых и скандальных личностей. Особенно по вечерам. Собираемся здесь с друзьями уже много лет. Комфортно и всем по карману. Нам нравится все. Это пивная на тітовах. Говорят, место серьезное, строгое. И мы приехали, конечно же, на ревизию. Запах сразу такой. Пахнет подвалом, картошкой, морковкой. Ну, как всегда, воняют подвалы с сыростью. Люди отдыхают веже. А ревизор працює. Тож на кухню. Запах, конечно, такой подвальный стоит. От него никуда не деться. Он и на входе сразу, и здесь. Что? Сюрприз? Что ты руками берешь? Подожди, пусть стыдно. Нифига сиську. Это называется первое впечатление. Прямо на весах, на кухне, на которых взвешивают хлеб, стоит ловушка, забитая тараканами. Вон таракан еще один пытается вырваться. Вон он, живой. Я думаю, если тараканы есть ловушки, значит, они живут. Например, за этим холодильником. Вон они, дохлые. Здесь частые потопы. Не только тараканы, но и потопы. Смотрите, вся пластиковая вагонка пошла волной. Прямо волной, с гнилью и грязью. Вот оно везде. Раз такое дело, мы зашли на кухню, увидели тараканов. Давайте сразу их и поищем, где они тут живут. Это тоже тараканы? Они тут бегают везде. Их тут раз ногой, два ногой. Ну что, пришел на плиту, поставил грязную сковородку. Плита-то, смотрите, вся грязная. Такая плита, такие конфорки. Поставил, тут таракан бежит. И вы раз одного, два, второго, третьего. Та прибраты тела, никто ими думает. Мусорное ведро, забитое доверху. Пластиковые бутылки, лук. А це все приманка для высочил. Посмотрите на это. На вот эту клеенку. Бруднюща та старюща. Что закрывает клеенка? Миски и сито. Обычные домашние эмалированные. Эмаль отбилась. Ведь старости. Под кастрюлями еще одна клеенка. И она тоже грязная и замызганная. А под ней какие-то куски ДСП. Они гниют. И пол тоже грязный. Поглянемо на плиту. Эмаль отскочила. Все залито жиром. А под духовкой? Тут любят жить тараканы. Давайте посмотрим. Нет, тараканов нет. Только шампур для гриля. Но внизу старый жир протек и остался. Никто не моет. Посмотрим вытяжку. Ой-ой. Этому жиру столетия. Там оно все залеплено этим говном. Бредота. Розетки засижены тараканами. Все у бруди. Посмотрим микроволновку. Микроволновка тоже любимое место у тараканов. Они любят тепло. Я не буду заглядывать внутрь. Я просто ее разверну. Есть вторая ловушка. И тоже залепленная тараканами. Место действительно прикормлено. Они там не все мертвые. Да, они вон усами шевелят еще. Вот. Вот он сидит и шевелит усами. Нещодавно набегли. Написано прилипный гарантован. Честно, ну реально, прилипный гарантован. Конечно, прилипный. С тараканами здесь борются. Как могут? Расставляют ловушки с ядом на кухне. А когда они помогают ловушке, ну и когда они забиваются тараканами вот выше крыши, то повара принимают сердечные капли. Вот они стоят. Пришла, посмотрела на тараканов, накапала себе 42 капли и за упокой. Тараканов. Святое дело. Сахар в кульках. Один кулек с сахаром вообще не закрыт. А ведь сахар – это самое любимое лакомство у тараканов. Они его всегда жрут. А тут наче специально подготовивают. Сигарет моря. Точнее, там, блезлые расчески. Это кухня, напоминаю. Называется пивная на Титоу. В Днепропетровске. Наверху на холодильнике тоже сигареты. Не только сердечные капли пьют, они еще и курят. Стрессу на этой кухне лучше быть высточая. А теперь микроволновка внутри. Она видна, что новая. Поддон не сильно грязный. И микроволновка внутри чистая. Заглянем на мойку. Разделочная доска на мойке. Доска гниет. Черная с одной стороны, черная с другой. Посмотрите на нее. Такой доской пользуется. Овочи и хлебчик гнилю приправлять. Из раковины... Воняет остатками еды. Оно там остается. Плохо смывают. Тем более, что это подвал. Видимо, в колене застряло. Вонь, короче, адская. Воняет канализацией. Из раковины на кухне. Мытый посуд. И с душком будет. Давайте перед тем, как я загляну в холодильники, мы возьмем нашу ревизионную камеру и посмотрим, кто живет под ними. С Богом. О, это тушка таракана. Дохлая. Еще одна тушка таракана. Засохшая чучела уже. Фу, какая грязь. Пойдем сюда глубже. Ой-ой-ой-ой. Тонны грязи. Под холодильниками только дохлые тараканы и гора грязи. Живых нет. Вадик, да, они разбегаются от света. А сейчас я залезу вот сюда, за пластиковую вагонку. Посмотрим, что здесь. Там вот тараканы тоже могут жить. Но я вижу только грибок и мусор, паутину. Это ты в соседнее помещение уже долез? Да, я так до следующего дома дойду. Что это? Это паутина, в которую нападали крошки и мусор. Фу. Давайте попробуем это двинуть в холодильник. Раптом там тарганы заховалися. Господи, что это под ним? Тут, наверное, было наводнение. Тут было не наводнение, а пи***. И землетрясение. И что еще? И пожар. Все стихийные беды сразу произошли. Стоять. Старый, ржавый, разваливающийся на части холодильник, задвинут в угол, и он еле стоит. На каких-то прогнивших деревяшках. Теперь посмотрим, что у него внутри. Морозилка. Не густо. Это что такое вообще? Кто это вообще тут лежит? И зачем он здесь лежит? Это скелеты и хвосты селедок. Знаете, как хребты рыб отпечатываются в мели, и потом находят геологи. Вот так я почувствовал себя геологом в Днепропетровске, пивной на Титово. А кто знает, сколько оно уже тут лежит? Фу, как они воняют. Внутри холодильника. Черт знает что. Холодильник ужасный. Сер, полки, ржавые. Что в этих ведрах? А тут опять плавает селедка. Ходовое блюдо. У селедки карьерный рост. Начинает она в холодильнике в грязной мутной воде, а заканчивает она хребтом в морозилке. Весь холодильник в грибке, в грязи и ржавый. Второй холодильник, смотрим. Никаких стикеров. Тут и блины, и торты, и сыр, яйца. В холодильнике беспорядок, стикеров никаких нет. Тут все понятно. На кухне я насмотрелся, выше крыши. Полный трындец. И горы тараканов. Пойду в зал. Бай-бай, мертвые тараканы. Ой, а что происходит? Ревизора потайк изнимают? Что случилось? Я просто хотел посмотреть. Мне просто интересно было, я простой посетитель. Меня зовут Анатолий. Очень приятно, Анатолий. Я смотрю вашу передачу. Очень рад, Анатолий. Но вы сюда часто... Я хотел посмотреть, как снимается ваша передача. А вы что в эфире посмотрите, Анатолий? На кухню листи не обовязково. Я просто загляну. Анатолий, я не владелец, и вы не имеете права туда заходить, на кухню. Вы не имеете, у вас нет документов. А вы владельцы спрашивали разрешение? Мне не нужно спрашивать, я журналисты при задании. Вы здесь едите? Я сюда захожу. Отже, не ести? Анатолий, у вас еще вопросы какие-то есть? У меня не было вопросов. А, ну хорошо. Я просто хотел посмотреть и все. Вы посмотрите все в понедельник, в 7 часов вечера, на новом канале, как и вся страна. И поверьте, ажиотаж вы там увидите. Спасибо. Пожалуйста. Я хотел просто сравнить. Повертаемся до ревизии. А теперь я вам покажу интерьер пивной на Титова в Днепропетровске. Интерьер типичный. Смотрите, деревянная мебель, побитая жизнью. Очень много ожогов на каждой деревяшке на этом столе. Что, тут курят? Раньше курили. Пол невероятно грязный. Жвачки под столом есть? Конечно же есть. С пробиранием в пывне беда. А столы и стулья так ездят вдоль стенки, что уже протирают старую пластиковую вагонку. Висит большой кондиционер, на нем сверху гора пыли. Вообще никто не убирает. Если вы не пьете и случайно зашли в пивную на Титова, можете разве что телевизор смотреть. И винтаж полюкаю пропал. На телевизоре тоже пыль. На холодильниках с напитками давайте глянем. Горы пыли. Тут реально грязно. Грязно везде. И на кухне, и в зале. В любом случае, наливайка-наливайка. Залов пивной на Титова несколько. И вот я во втором зале. Интерьер аналогичный. Деревянная мебель, пластиковая вагонка, низкий потолок. На этих столах вырезают слова. Тут пытаются увековечить себя в истории. Если школьники на партах сидят, рисуют ручкой, летом их заставляют парты заново красить или надписи сдирать прямо после уроков, то в пивной на Титова приходят и выцарапывают надписи ножом. Часть из них неприличных и читать даже не буду. Идемте по моему руки. А где у вас туалет? Идемте. Это вот этот туалет? Так в него уже кто-то давно сходил. Вот вода стоит. Ну вода стоит. Это сейчас надо сантехника вызывать. Только сейчас? А раньше про это подумать и не? Туалет, извините, тут никто не сходит. В туалете стоит вода. Если еще раз слить, будет Ниагарский водопад в Днепропетровске. Я такого еще не видел. Крышки, сидения на унитазе нет. Тут нужно зависать над ним. Кто-то уже завис. И неодноразово сдается. Вместо Ерша используют кухонную щетку. Нужно клоняться надо. Она вся грязная, замызганная и старая. Клоняться туда не могу. Я не буду. В ведре очень много бумажек. Хотя пакет тут одноразовый есть. И пакет поменяли на унитаз, однако внимания не обратили. Вода уже стоит под завязку. Ну, так и стоит. Кран всего один. И пляшет. Тут с ним можно уйти. Вода холодная. Мыло многоразового пользования. Грязная мыльница. Мылить я таким не буду. Полотенце тоже одно на всех. Вафельное. И антисанитария тоже одна на всех. Одноразовых полотенец нет. Нормального мыла нет. Сходить в этом туалете нельзя. В нем некуда сходить. И сюда ходить не надо. Вот не надо. Таракан, 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 таракан. Вже не дивуя. Сробимо замовлення. Вы работаете, вы официант. Нет, просто когда не снимаете. Я шоколадую. Почему порнозвезда? Не надо меня снимать, пожалуйста. А что, снимают только порнозвезд? Да. Нет, давайте, я хочу у вас сделать заказ. Вы шикарная звезда. Я попросила, не надо меня снимать. Поделайте свой заказ, делайте. Дякую мы за послугу. Цены. Блинчики с мясом 6 гривен порция. Соление 15 гривен. Сельд под шубой 16 гривен. Есть бутерброды. Бутерброд с селедкой 6 гривен. Бутерброд с сыром 6 гривен. Вторые блюда. Сковородка из свинины 30 гривен. Горшочек по домашнему с грибами и курицей 18 гривен. Эспрессо нету, да? Нету. Есть только растворимый кофе за 6 гривен. А цены на алкоголь где-то можно посмотреть? Ну, вот я вижу... Нельзя, потому что директор его привезет только завтра. Цены поменялись на алкоголь. Тобто, сколько заманается вам, стилька и скажете? Меню есть с печатью и с подписью бухгалтера? Покажите? Нет, оно должно быть сейчас. Без меню, без прескуранта на алкоголь вы можете лишиться лицензии. До замовлення. Мне нужно водки 200. Бо что ж в таком закладе еще замовите? И сколько с меня тогда будет? Адже цены нет. 30 гривен. Чек можно, да? Конечно. Мой чек за 200 грамм водки 30 гривен. Скажите, а карточкой у вас можно рассчитаться? Можно. Моя карточка? А кто в основном приходит? Кто у вас гости? Вы не видели наш компетент? Заходят в основном вдохновиться, да? По 100 грамм? Да. Давно работает пивная на 100? Ну, я не знаю, я недавно. Вы сколько? Ну, второй год. Ну, два года, это же серьезно. Ну, а так как сколько она работает, откуда идти? Ну, выглядит так, что и она видала виды. Да, лет 20, потому что так как от клиентов слышу, давно очень. Есть постоянные. А что вы с ними делаете, я не понимаю? Что, приходится выносить некоторых? Бывают. Бывают? Да. Яка ведь чай душ на работа. Теперь вернемся к алкоголю. Вы наливали в мерный стакан. Можно я на ваш мерный стакан взгляну? Хорошо, пожалуйста. Вы его заклеили скотчем, потому что что? Он бьется, мы уже какой раз покупаем. Та на цей раз вы решили перестраховываться? У мерного стакана обязательно должен быть паспорт. Есть. Есть? Покажете? Пожалуйста. Паспорт на стакан мерный, именно на этот, да? Когда его покупали 18 декабря 2012 года. Так что ж часто бьется, если с 12 года? Мы начали заклеивать, и все, и они перестали биться. А, ну вот. А так вот мы часто до этого покупали. Вас не смущает цвет этого скотча? Смущает. Смущает. Знаете, что это? Грязь. Ее здесь много. И вона может потрапить комусь у чарку. Мы сейчас проведем эксперимент и проверим, точно ли у вас мерный стакан. Переверим на нашему, відкаліброванному. Я заказал 200 миллилитров водки. Мне нужно водки 200. Пивной на Титово в Днепропетровске. Сейчас узнаем, доливают ли здесь. Тут даже больше водки 225 миллилитров. Мы только что убедились в том, что водки тут доливают. Навіть переливают. Так, ну что, с водкой мы у вас разобрались. Это старая заброшенная кухня. Тут что-то еще и растет. Это трава. Оце так несподіванка. Впервые в ревизоре заброшенная кухня в Днепропетровске, в подвале. Растет трава. Вообще без света, и поэтому она еле-еле желтого цвета. Вадик, посмотри, это кухня-призрак. Вытяжка заброшенная старая, осталась только труба. И то видно, что вся залипшая жиром. Реально вытяжка-призрак. Все в паутине такое замотанное. Хочешь фильмы, жахер снимай. Смотрите, а из раковины сделали пепельницу. Это курилка теперь. Курить в подвале пожароопасно. Тут везде пластиковая вагонка, старая рухлядь. Оно вспыхнет моментально и сгорит весь дом. А ведь наверху жилой дом. Теперь ревизор побачил все. И готовый до выясновків. Это была пивная на ТИТО-18 Днепре. Делать выводы по шести пунктам не имеет смысла. Мы пришли, чтобы показать, каким общепит быть не должен. Здесь чудовищная грязь, вонь и антисанитария. А еще пивная на ТИТО-18 находится в подвале жилого дома. И жизнь, и спокойствие жильцов, пока пивная работает, подвергаются опасности. Ревизор категорически не рекомендует пивную на ТИТО-18. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова